Мы должны понимать, что Ешуа, он не пришел на голом месте. Если только вот он пришел и от него родилось то, что называется церковью, и нету никакой интегральной связью с Израилем, то это просто какая-то Нью-Эйджевская группа, которая выросла ни на чем. Мы должны четко понимать, что в начале Израилю были даны обетования, и на базе Израиля возрастает и разрастается вот эта благодатная река спасения, которая втягивает в себя также народы, но идея все та же. Вавилон, который Господь Бог хочет сокрушить, и вот Израиль и множество народов через Ешуа, прилепившиеся к нему, которые противостоят этому Вавилону, это есть народ Божий, антивавилон. Назовите каким угодно это именем, мы должны понимать суть. Сегодня, к сожалению, многие названия, многие термины, они совершенно потеряли свой новозаветний смысл. И, допустим, сегодня, когда говорят о выражении церковь Христова, подразумевается какая-то группа людей, которая вокруг Христа сплотилась. На самом деле, если мы читаем в Новом Завете, церковью названа просвещенная мессианским откровением группа из народа Израиля, которой потом присоединились язычники. И это не что-то отделенное, но, наоборот, интегрально, связанное с Божьим народом Авраама, Цхака и Якова. Именно поэтому даже язычники называются не детьми Иисуса Христа, и не детьми Божьими, но через Ешуа, ставшими детьми Авраама. То есть, таким образом созидается вот это вот интегральное единство.